В Тварце у нас проходит турнир районной памяти Черногора Валентина. Он проводит уже на первые, это уже 18-й турнир. На сегодняшний день команда разбита на 4 зоны. Играют в Тараклии, Новоселовке, Балабанах и у нас в Тварце. Подгруппа по 4 команды. Команды играют по круговой системе в группах. И из группы выходит одна команда, которая потом будет участвовать в финале, который состоится уже завтра в городе Тараклии, в лице имени Вазова. Группа, которая играет у нас в Тварце, это команды города Коврата, Кортина, Валепержи и города Тварце. Хочется отметить Ковратскую команду. Команда, которая собрана из ребят в 97-98-2000-х годах. Они участвовали в первенстве республики. Это подопечные тренера Васькова. В нашем городе много команд. Но наша команда является многократным чемпионом Гагаузи, чемпионом Камрадского района. Различных турниров в честь памяти великих на местном уровне игроков, как в Тамае, в Чидер-Лунге. На различных турнирах по открытию летнего сезона многократно брали первые места. Также мы являемся, и наша команда заняла бронзовые призеры чемпионата Молдовы по возрастам 89-й, 87-й и 90-й, 91-й. Наши игроки не только участвуют в чемпионате республики Молдовы, также мы являемся серебряными призерами чемпионата Приднестровской республики. В Кортин ребята тоже не могли собраться до конца. У них есть еще проблемы. Многие ребята студенты, многие уехавшие. Мы, тем не менее, принимаем активное участие уже на первые годы. Мы играли в волейбол в групповом соревновании на Кубок Черногора. Благодарны организаторам турнира, которые уже, можно сказать, не одно десятилетие организуют этот турнир. Мы встречаемся со своими друзьями, которыми раньше играли в волейбол, с которыми сейчас продолжаем. Очень проводится турнир на хорошем уровне. Мы рады еще раз повторю, что нас пригласили благодарным организаторам. Кроме того, благодарны хозяевам, которые нас сегодня приняли в этом городе Твардлице, в нашем, скажем, дружественном городе. Мы всегда отвлекаемся на приглашения, дружим между собой. По результатам турнира хочу сказать, что игры получились интересные, веселые, живые, захватывающие практически все партии. Игры заканчивались ворчить разрывом в одно-два очка. К сожалению, нам не удалось взять первое место везде из группы, но уступили команде Камрата, которые ребята сильные. Видно, что играют на достойном уровне. Ну что ж, наша задача подтягиваться на их уровень и выступать достойно. Пиржи молодцы тоже ребята, собираются. Они проводят домашние тренировки. И здесь они выглядят тоже неплохо. Ну и наша молодая команда. Хочу сказать, что турнир пошел довольно на высоком уровне. Все старались, бились. Конечно, нам чуть-чуть не повезло. Ребята были взрослые, у нас довольно молодая команда. Все собранные школьники, ребята 11-12 класса. Но хочу сказать, что мы бились достаточно серьезно со всеми. Также игра с Камратом, который занял первое место. Обыграли их одну партию. И все нам понравилось. Море эмоций, болельщики поддерживали. Все было очень хорошо. Команда, я могу сказать, команда «Твардис» очень хорошая. Молодые ребята, растут, набираются опыта. Очень перспективные. Конечно, они должны набираться технического мастерства, ловкости, физического воспитания. Им нужны, как я думаю, хорошие спарринги с более опытной и сильной командой. Только с сильнейшими ты можешь стать более сильным. Мы готовим, в принципе, ребят для первенства района по нашей линии, по первенству республики. Но мы сейчас их здесь обкатываем. И чем больше таких турниров для них, это будет, конечно, лучше. Это будет более профессионально. Это будет опыт для них. Сегодня в Тараклийском районе проводится турнир памяти Валентина Черногор. Турнир по волейболу. Турнир проводится в четырех населенных пунктах. Это где проводятся групповые соревнования. Это в Новоселовке, Балабаны, в лице имени Вазов Тараклий и здесь, в городе Твардица. В городе Твардица принимали участие волейбольные команды из города Твардица, из города Камрад, из Валипержей и из села Кортин. По результатам игр первое место заняла команда из города Камрад, второе место команда из города, из села Кортин. Пару слов я хотел бы сказать о самом турнире. Турнир проводится в памяти Валентина Черногор, который был любителем волейбола, был прекрасным человеком. И после трагической смерти Валентина Черногор, друзья, где он работал, с которыми он играл в волейбол, решили провести турнир в его памяти по волейболу. Этот турнир проводится ежегодно. В этом году это уже 18-й турнир. Я хочу сказать, что проведение этого соревнования сплачивает молодежь, прививает любовь к волейболу и дает еще возможность вспомнить о таком прекрасном человеке, как Валентине Черногор. Также хочу сказать, что завтра в городе Тараклей, в лицее имени Вазова, состоятся финальные матчи. Там будут принимать участие победители всех групповых, где бы играли в группе. Это победитель в Твардице команда Камрата, победители группы Стараклейской команда Югостроя, победители группы села Новоселовка команда Верхней Албаты. И в данное время играют за выход в финал в Балабаны команда села Мусаид и команда села Верхней Албаты. Один из них тоже будет финалистом. Подводя итоги нашего турнира сегодняшнего, который был проведен, я хочу благодарить все команды, всех участников турнира за то, что они нашли время, собрались и встретиться еще в очередной раз, вспомнить те были времена, когда мы играли в других местах, проводили другие турниры. Ну и в конце завершения спасибо за красивый и прекрасный волейбол. Твардице состоялась встреча по футболу между командами города Твардице и Кагула. Значит, у нас с городом Кагулом давние спортивные состязания проводятся. Эта встреча давно планировалась. Проводится в честь Дня работников местного самоуправления. Значит, в первую очередь для меня большая честь быть приглашенным со стороны экспертной полиции Кагула. Город Твардица. Я просто здесь родился, воспитывался, играл в футбол. И с этими ребятами, которые сегодня показали класс, опять же. И спасибо господину примару вместе с советниками примарей, которые стараются что-то делать для молодежи, потому что молодежь в основном на компьютерах. И как бы спорт их не интересует. И это всеобщая проблема, которая повлекает за собой и совершениями преступлений и так далее. Я за спорт, за здоровье. Спорт – это жизнь. Встречаются команды не первый раз. Но сегодня приехала более молодая кагульская команда. А у нас в основном это ветераны, бывшие футболисты, которые играли когда-то за Твардицу в составе чемпионата Республики Молдова. Для нас это большая честь сыграть с этими ребятами. Завязалась дружба. Я думаю, что мы излечем кое-какие уроки для себя. Они тоже. И, как говорится, победил сильнейший, но я считаю так, что в итоге победила дружба. Продолжение следует... Большая честь для нас, чтобы мы были приглашены на этот турнир. Здесь действительно видно, что люди занимаются спортом, хороший зал, была хорошая игра. Для нас было очень, как здесь люди занимаются спортом, именно что людей как бы приготовлены. Мы как чуть помоложе, получается, что устали. Но я первый раз в этом городе, видно, что здесь люди работают. И что вот именно что хочу сказать, чтобы дети побольше занимались спортом. Значит, встреча принесла положительные эмоции обеим командам. Ребята заручились, что будут в дальнейшем поддерживать эти мероприятия. Значит, в целом футбол удался и получился. Сегодня мы провели турнир в честь работника местного публичного самоуправления. Мы пригласили наших друзей из Кагула, чтобы возродить те традиции былые, которые раньше были. Потому что в Твардице, к сожалению, спорт упал. Да, игра сегодня получилась упорной, боевой. Было очень много молодежи, зрителей. Эта игра показала, да, играли ветераны уже. Ту игру, которую они показывали, это идет на пользу нашей молодежи. Молодежь должна подтягиваться в Твардице. И я обращаюсь ко всем детям, которые ходят на тренировки по футболу, волейболу, баскетболу, чтобы они почаще заходили в спортзал. Зал делается для них. И когда они будут заниматься спортом, они будут сильнее и будут здоровее, и будет меньше у них проблем. Этот сегодняшний день мы показали то, что мы хотим возродить футбол в Твардице. Скоро планируем открыть в Твардице спартакиаду, возродить спартакиаду. В прошлом году мы провели спартакиаду по футболу, волейболу, по теннису. Сейчас мы, след буквально на следующей неделе, будет начата спартакиада села, в которой будут участвовать все желающие, коллективы по улицам, посмотрим, как это все будет. И я приглашаю всех заходить в зал. В любое время зал для всех открыт. One, two, one! Пять! Субтитры создавал DimaTorzok